Микс Ньюс И еще раз добрый день, уважаемые слушатели радиостанции Балком. Мы сейчас поговорим о климате, об экологии. И журналист Константин Рангс у нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. Ну и, конечно, тема глобального потепления, то, что ожидает нашу планету, насколько это коснется Латвию, каким изменениям может это привести. Кстати, ну почему мы всегда боимся, говорим, что изменения обязательно плохие? Вот может быть что-то и есть позитивное в этом глобальном потеплении? Надо сказать, что позитивное оно, конечно, есть. И как только начали говорить о глобальном потеплении, то о позитиве стали уже говорить люди весьма-весьма серьезные. То есть не ставится в сомнении, что процесс пошел. Но ведь ясное дело, что, как говорится, одним война, другим мать родна. Что-то каждому свое. И в частности, например, уже в мае этого года был довольно нашумевший доклад Стэнфордского университета, который говорил о том, как экономики различных стран изменились под влиянием климатических изменений за последние полвека. Вот реально, полвека назад все было еще как раньше, а теперь вот все стало меняться. Так вот, вывод был очень простой. Страны южного пояса, они испытывают замедление своей экономики. Причина очень проста. У них возрастает расход энергоресурсов. В жару приходится включать кондиционеры. Больше людей, больше кондиционеров. Приходится опреснять воду, приходится либо ее завозить. То есть, короче говоря, энергетические расходы у этих стран растут. А вот северные страны, с северного пояса, они как раз выиграли, по данным стэнфордских ученых, они как раз выиграли с потепления. Причем уже выиграли. Например, лидером считается Исландия. У нее чуть ли не двукратный рост ВВП по сравнению с тем, что бы было, если бы не было бы потепления. На втором месте практически с 50% Финляндия. Дальше стоят, в общем-то, Швеция, Норвегия, Россия с 20 с лишним процентов. Но там есть один нюанс. Ведь Россия, она большая, часть России на юге. И там она испытывает как раз неприятные последствия изменения климата. Но вот получается, что северная полоса, Канада тоже та же самая, они выиграли. И за счет чего? За счет того, что примитивно, меньше надо топить в зимний период. Каждый, кто из нас берет счет в руки зимой, четко знает, насколько он отличается от летнего счета. Так вот, получается очень интересная вещь. Да, может быть, это некрасиво, когда не будет, допустим, в январе-феврале снега. Но если не будет 30-градусных, 20-градусных морозов, тогда счета будут гораздо более, так скажем, мягкими. И это тоже очень хорошо. Больше денег сохранится, как сказал один господин, он говорит, на сэкономленные деньги я могу слетать туда, где есть снег. Например, в ту же самую Лапландию или до Швеции добраться. То есть, на шведские горные курорты. То есть, собственно говоря, это тоже очень важный момент. Еще, зима, особенно когда зима уходит в морозы, потом подъем, это что характерно для наших регионов, это страшный удар по инфраструктуре. Разрушается все. Разрушаются дороги, потому что вода – это самый страшный агент на планете Земля. Вода при замерзании, как известно, расширяется. Поэтому достаточно воде попасть под асфальт. И вопрос, когда вода разрушит этот асфальт в клочья, это вопрос всего лишь пары зим. А если температура скачет постоянно, вот туда, вверх-вниз, вверх-вниз, то от дороги не останется ничего даже за один сезон. Это очень опасная вещь. Сейчас об этом думают, что сделать. Но это очень важная вещь, и это большие расходы. Потом, опять-таки, заболеваемость. Это только раньше была идея такая, что вирусы не любят мороз. Вирусы прекраснейшим образом переносят мороз. Потому что они, по сути дела, мертвые. Это не живая природа, это не бактерии. И поэтому им не грозит замерзание, чтобы там вода разорвала их клетку. Нет, ничего подобного. Для них как раз, наоборот, повышенная температура, то есть выше нуля, она мешает, так сказать, нормально размножаться. Не жить, а вот именно размножаться. По этой причине летом как-то у нас с гриппом не так активно, когда вот наступает осенне-зимний период. Так что, а болезни – это опять-таки билетни, это потери работоспособности и прочее, прочее. И вот этот список у стэнфордских специалистов весьма и весьма длинный. Вывод очень простой. Что, да, для определенного региона планеты на определенное время, на определенных условиях, будет, как скажем, это глобальное потепление играть в плюс. Но дальше возникает следующий момент. Оно же, это глобальное потепление нельзя остановить на каком-то определенном уровне. Вот, допустим, нам вот подогреемся чуть-чуть, да, ну и хорошо. И выключили. И выключим. Это вам не колорифер дома. Тут уже, если начнется, и если оно идет, то оно и будет продолжаться. И нужно думать о том, что произойдет дальше, после того, как зону комфорта мы пройдем. И вот дальше уже те же самые финские, шведские, норвежские ученые, они начинают говорить. Ладно, а ведь смотрите, уже сейчас увеличивается количество вредоносных насекомых, которые разрушают наши леса. А леса, как известно, поглощают углекислый газ. Когда дерево падает, оно само становится источником углекислого газа. То есть, и метана. Это очень плохо. То есть, ну вообще, да и, собственно говоря, его уже продать невозможно. А продажа древесины и продуктов из древесины для скандинавских стран, кстати, и для той же России. Это большой источник дохода. Дальше идет вредоносные заболевания поднимаются с юга на север. Тоже мы уже привыкли к что-то свое лечить. А тут проявляются какие-то странные новые клещи, новые инфекции. Лихорадка Западного Нила уже прошла на северную границу Украины и на юг Белоруссии. Ну, это о чем говорит? Это говорит, что нужно к этому быть готовым. А это новый вызов, новые деньги опять же. Ну, а дальше еще одна страшилка, конечно, причем она вполне реальная. Это повышение уровня Мирового океана. И вот тут уже совсем недавно, на минувшей неделе, американцы схватились за голову о том, что что будет с нашим Новым Орлеаном, с штатом Флорида. Есть масса других мест, которые находятся слишком низко. И вот для Европы это стоит вспомнить печальные примеры Нидерландов, например, которые затапливало в истории. Несколько раз были вот эти вот явления, причем с большими человеческими жертвами. Я уж не говорю, что мы тоже находимся, прямо скажем, в очень большой зоне риска. И верить в то, что в ближайшие десятилетия где-то там в районе Дании построят какую-нибудь огромную плотину, которая защитит нас от подъемного уровня Мирового океана. Конечно, можно. Потому что им самим надо защищаться, им очень многим. Но, так скажем, тут не могут решить вопрос туннель прорыть между Хельсинки и Таллином. Потому что там есть некоторые сложности, и уже сразу ценник начинает расти до небес. Поэтому вопрос очень серьезный. И те же самые финские исследователи, вот я разговаривал, они относятся к этому очень, так скажем, осторожно. То есть, действительно, когда вы скажете о том, что изменение, глобальное потепление в нашем регионе может нам принести определенные дивиденды, то на краткосрочный период, ближайшие там, скажем, 10-20 лет, может, 30, это совершенно справедливо. Но дальше будет подгоняться волна отрицательная, которая будет потихонечку пожирать вот эту выгоду, и под конец она, так скажем, и нас захлестнет. Очень важно другое, что проблемы, которые назревают и развиваются в том же самом Ближнем Востоке, на Северной Африке, допустим, они только кажутся, что недалеко на самом деле. Ведь уже практика показала, великие засухи творятся в Междуречье, а люди из этого Междуречье в конечном счете почему-то удивительным образом оказываются в Центральной Европе. Казалось бы, за несколько тысяч километров. Например, те же американские специалисты, британские, немецкие, в общем, самые разные, китайские, они как раз и говорят о том, что вот это вот изменение климата, которое будут приводить в южных странах к массированным засухам, будет приводить к массированному перемещению людей. И тогда никакие законы о том, что мы там не даем паспорта, не даем видны на жительство, они не будут действовать. Вы представьте себе граница, по которой идут толпы людей. Вы будете стрелять из пулеметов? Где же ваши... То есть, вам нужно будет решить, кто вы тогда такие. И вот это будет в Европе, в Западной понимают, что вообще всё это может, вот эта вот ситуация с беженцами, с этими климатическими, может поставить Европу к вопросу о том, что ваши ценности или сохранение вашего статус-кво, вашего существования. Чтобы вот не нужно было выбирать о том, что я убийца или я в ростах, скажем, хороший обыватель, добросердечный, нужно попытаться остановить этот процесс, пока он ещё, так скажем, не развился. Правда, надо отметить, что опять-таки наши финские соседи уже говорят об одной большой проблеме. Они обратили внимание на то, что, несмотря на то, что основная масса населения Финляндии поддерживает всевозможные экологические инициативы, тем не менее, когда открылись пять магазинов дешёвой одежды, одежда на один сезон, так называемый, да, там просто бум. И специалисты по защите окружающей среды говорят, так, ну вы же знаете, что это нельзя покупать, потому что вы это поносили тряпочку, выкинули в мусорник. Всё, и вы загрязняете окружающую среду. За каждой этой тряпочкой огромный углеродный след. Ну, а выясняется, что одно дело изображать из себя... Вот, он не пьёт напиток из пластиковой трубочки, а только из бамбуковой, да, это одно. А вот понять, что, собственно говоря, отказаться от покупки, когда ты можешь её сделать, это гораздо тяжелее. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Добрый. Елена, я хочу просто спасибо вам сказать большое за вашу рекламу, за вашу работу с портами, за то, что я благодаря вам узнала об ионизаторе и его приобрела. Спасибо большое. Очень благодарна. Спасибо большое. Спасибо. Это ещё к прошлой нашей... Не будем пока отвлекаться. Это прошлые первые полчаса были. Мы же говорим сейчас про экологию, и действительно о том, что возникает парадокс. Получается, люди боятся... Ну, люди на словах готовы поддержать, но когда касается того, что нужно от чего-то отказаться, не все становятся такими защитниками экологии природы. Да, то есть возникает большое опасение, что всё это не более чем мода. Просто круто быть сторонником экологии. Вот круто, да? А на самом деле, что называется, как была такая... Помните такой Васясуалий Лоханкин из «Золотого телёнка», который днём голодал, а по ночам наяривал мясо из борща, из кастрюли. То есть вот это очень такая неприятная вещь. Вот это двуличие, когда люди на опросах говорят то, что надо, и об этом уже сейчас вот финские соседи говорят, что это крайне опасно. Люди на всех опросах говорят то, что надо. После чего политики, учёные начинают создавать планы. Что вот мы дружно все пересядем на электрические автомобили. Вот мы все готовы там зажать свои денежки в кулак, не будем ничего покупать одноразового. То всё, пято-десято. А потом, когда начинается практическая жизнь, то всё, люди ведут себя совершенно по-другому. Тогда возникает вопрос, а на что опираться? На то, что реально происходит, или на то, что говорят люди? Помните, как у доктора Хауса? Все врут. И вот если вы ставите вот эту парадигму «все врут», то возникает тогда очень неприятный вывод, что вы практически лишены возможности что-то заранее предсказывать в своих политических, экономических решениях. Да, это тоже большая проблема. Ну, а между тем, ещё один звонок примем. Здравствуйте, добрый день. Добрый день, это я, нас прервали просто. Елена. Да, извините, да, это мы уже слышали. Спасибо большое. Да, если у вас, друзья, есть вопросы Константину Рангсу, мы говорим сейчас уже об экологии, 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, звоните. Ну, тут экология, тут как раз очень интересно. Неделю назад у меня шло разговор об этом возможном законодательной инициативе, которая привязана к ограничению использования старых автомобилей. Тогда, кстати, звонили активнее. Но почему? Потому что, в принципе, вот этот вопрос, он касался всех и каждого. Вопрос глобального потепления, даже вот, и даже пользы от него, людей не волнует. Абсолютно. И вся причина, как вот говорят специалисты, заключается в том, что у каждого человека свой горизонт планирования. Человек, который задыхается, для него горизонт планирования – это несколько минут. Будет воздух или не будет. Умирающий от жажды – его горизонт планирования – двое-трое суток, потому что потом наступает безумие. Для голодающего – ну, горизонт планирования – месяц, который по-настоящему голодает. У человека, у которого куча заболеваний, которые едва-едва там сводят концы с концами, ему бы зиму эту поперезимовать, чтобы не замёрзнуть. Вот его горизонт планирования. И он совершенно не думает, когда выходят учёные-мужи, или активисты типа Грета Тунберг, или политики, и говорят о том, что поскольку в 2050 году есть такие планы, мы должны со следующего года отказаться от ваших автомобилей, холодильников, ну и дальше по списку. Что-нибудь обязательно ещё придумают. И вот это приводит к тому, что действительно проблема существует, а люди, естественно, как скажем, подключаться дружно к решению этой проблемы не намерены. Но ведь есть проблема и в том, что политики должны принимать, получается, непопулярные решения, многие не очень хотят это сделать. Люди смотрят на своего соседа. Почему сосед не отказывается? Почему должен я первым жертвовать своим комфортом в то время, когда мой сосед ездит на машине? В том-то и дело. Но есть вещь, мне кажется, очень важный момент. Дело всё в том, что бороться против загрязнения атмосферы углекислым газом, это дело такое изящное. И мало к чему обязывающее, на самом деле. А вот если стоит вопрос о том, что как избавиться от залежей старых шин покрышек, чтобы о них ещё никто не поджёг, и чтобы они не горели и не заражали окружающую среду, это гораздо более практичный вопрос. В том числе и к местной власти. И вообще, и к европейской власти тоже. Что нам делать с этой резиной? Прошу прощения, резина до того момента, как она оказалась на свалке, она истончилась вот на несколько миллиметров. Так ведь? А забывают о том, что резина, когда истончается, она превращается в самый опасный для человеческого дыхания, микроскопические частицы. То есть, вот конкретный вопрос. Ну и когда она валяется и горит, тоже совершенно никакой пользы. Что происходит, допустим, когда выливают различные химикаты, бог знает куда. Ведь надо заметить, что когда говорят о том, что какая сейчас чистая, пасторальная Европа, не стоит забывать, что всего лишь 55 лет тому назад по реке Рейн шли комья пены технологической высотой в человеческий рост. Ну, а 150 лет назад, но во времена Шерлока Холмса купаться в Темзе было невозможно, там рыба не водилась, и там была вода мутная, а над Лондоном стоял смог. Да. И смрад. Так он еще стоял до 60-х годов. В 52-м году погибло несколько тысяч человек. Знаменитый лондонский смог. Так что, собственно говоря, бороться за окружающую среду, это отнюдь не обязательно говорить о выхлопах всевозможных вот этих вот газов. Это имеет большое значение, но начинать нужно, очевидно, с чего-то более практичного. А изменение климата, естественно, оно сказывается. Вот посмотрите, какая у нас была октябрьская осень неделю тому назад, и как в эту среду мы устали свидетелями прихода зимы. Так вот, судя по всему, если будет развиваться вот такая климатическая модель, то и в ближайшие месяцы нас ждет такая же лихоманка. То есть, игра циклончиков и антициклонов будет приводить к тому, что у нас температура будет подниматься примерно до 5-7, может, 10 градусов, будут идти осадки, после чего температура будет проваливаться до нуля, может быть, минус 5, минус 6, будет выходить снег, сутки-двое, трое, и потом опять резкий подъем. Вот такая температура. Танцы с бубном вокруг нуля градусов. Тем более, что это очень действительно вредно для, ну, как мы уже выяснили, и для дорог, и в принципе... Не для любых конструкций, но, кстати, это самое главное, что это и вредно для человека. Вы заметите, как трудно нормально одеться комфортно в условиях вот такой скачки температур. Непонятно, это холодно, жарко, сыро там, сухо. И вот это все вместе, оно, конечно, очень здорово сказывается на нашем самочувствии. Очень интересно, что в ближайшее время должен пройти новая конференция по изменению климата. Должна была быть в Чили, сейчас вроде ее перенесут в связи с выступлениями в Испанию, и тогда должны прийти все-таки озвучить какие-то меры конкретные финансовые, которые в той или иной степени ударят по кошельку всех жителей, ну, по крайней мере, Европейского Союза, поскольку нет никаких сомнений, что Европейский Союз будет идти впереди планеты всей с зеленым знаменем экологического, так скажем, преображения. Так что нам осталось не очень долго ждать. Обязательно что-то, какое-то решение будет, и сейчас ни один здравомыслящий политик не пойдет в открытую, так скажем, против экологических решений. Опять же, хочу сказать, в Европейском Союзе. Так что вот будем глядеть, что произойдет в самое ближайшее время. Обязательно будем держать вас в курсе событий. Мы периодически будем встречаться, вот по пятницам, и от Константина Рангса вы сможете узнать комментарии вот всего самого последнего и актуального, что происходит в мире защиты окружающей среды и экологии. Ну, а на этом мы вынуждены завершить нашу сегодняшнюю встречу. Огромное спасибо, Константин Рангс. Всего доброго. До свидания.